Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Мы сегодня начинаем передачу, посвященную январским праздникам славян. Автор-соведущий – Всеслав. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуй, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. В одной из передач мы касались с тобой и с Ярославой темы, которая предшествовала январским дням, где мы поговорили о коледе, о подготовке, о корочине и о других праздниках рядом с ними находящимся, о том, что необходимо делать. И вот теперь мы уже вошли в Новый год по светскому календарю, и перед нами открывается новая череда зимних январских праздников. Естественно, все мы, наверное, не озвучим, но сделаем акценты на каких-то основных. Итак, 1 января люди. Кто-то посидел за столом с точки зрения покушать, кто-то помедитировал, кто-то просто выспался. И вот открыли глазки, и мы находимся в Новом году. Что в Новом году нас ждет с точки зрения праздников? Давай рассмотрим календарики. Родноверческий, староверческий. И немножко будем отталкиваться от уже календаря всем известного. Что в этих трех календарях нас ожидает? Я с тобой полностью согласен и готов пройти этот небольшой экскурс в нашу родную культуру и традицию вместе с тобой и с нашими радиослушателями. Значит, Новый год. Если мы отталкиваемся от светского... Ну, Новый год, он и Новый год. С 31 на 1. Безумная ночь для кого-то. По-разному. Мы сейчас не будем залезать в какие-то приоритеты для каждого. Мы сейчас будем рассматривать, что Новый год случился. И вот по родноверческому календарю здесь у нас есть указание. На 1 января или на первый день месяца сечень. Новый год, 9 день после Калиды. Опять же, про Калиду мы уже не упоминаем. Уже это пройдено. Мы об этом поговорили. Чем знаменателен этот 9 день? Какие у тебя есть представления об этом? Что нас ждет? А сразу скажу, что по другому календарю начинается День памяти про отцев. Тоже 1 января. Вот давай будем сравнивать, анализировать мысли свои, высказывать. Ну, давай отталкиваться от того, что даже сейчас еще живо в народной культуре и традиции, несмотря на активное убиение памяти о родной традиции на протяжении последних веков. Когда человек переходит из мира в мир, отмечают этапы этого перехода на третий, девятый и сороковой. Ну, естественно, год и так далее. Так вот, девятый день отметки перехода – это память о том, что у нас была девятидневная неделя и девятимесячный годовой календарь. Сороковой день – это, соответственно, память о том, что в месяце у нас было 40, а в 41 день, как сейчас, 30 и 31. И, соответственно, девятый день после календарь – это ровно через неделю после календарь, когда калядная неделя завершена, начинался новый сельскохозяйственный год. То есть люди, набравшись сил, перестроившись, набравшись сил во время калядной недели, калядных праздников, приступали к тому, чтобы начать готовить сани летом, а телегу зимой. Чтобы начать готовить новый этап своего труда, как раз для нас традицией вот это и было. Через неделю, после, а неделя – это ничего не делать, как мы помним, и само слово об этом говорит. После того, как ничего не делали, начинали что-то делать. Поэтому и это ознаменовало начало нового трудового цикла, скажем так. Или, как еще говорится по преданию, третий, седьмой день вам на отдых дается, а девятый – кто трудится, тому не будет прибытка и так далее. То есть указание прямое, что в этот день не надо трудиться, не надо работать, надо посвятить его своим близким, созерцанию этого мира, самосовершенствованию и так далее. И если уж ты упомянул девятидневные дни, по которым отмечается память о усопших, девять дней и сорок дней, то, наверное, надо отметить, что эти дни также распространены по всему миру и у других народов. Также встречается упоминание, что в древности аналогичный календарь девятидневный присутствовал и также у других народов. И потом он был переведен на так называемый юлианский календарь, то есть семидневная неделя и 12 месяцев в году. Когда говорят, что вы что-то там придумали, это не наши выдумки, это не выдумки какого-то человека одного, который якобы что-то там написал. Это исторический факт. Такие недели, такие месяцы существовали не только в древности в Руси и вообще во всей России, но и у других народов, которые, может быть, даже на первый взгляд к русским людям, к славянам отношения не имеют. Так что не все просто так, но до сих пор у этих народов и вообще по всему миру очень часто встречаются именно упоминания девятидневного поминовения, сорокадневного поминовения и годичного. Так что здесь я с тобой полностью согласен. Если же мы рассматриваем также еще какие-то сакральные моменты, то мы можем увидеть, что также и после родов сохраняются девять и сорок дней. В девять дней ребенка вообще никому не показывали, никуда его не выносили, кроме как по некоторым традициям показать солнцу. Рядом с ним могли находиться ближайшие родичи, которые жили под одной крышей и могла приходить повитуха или какой-либо знахарь, ну, может быть, ведун в данном случае или жрец, который определял судьбу ребенка, который что-либо рассказывал. Вот на этом ограничивалось. Если девять дней проходило, то в этом случае считалось, что ребенок уже вошел в этот мир и начинался уже полный период перехода, сорок дней, когда уже могли подходить родственники, ближайшие, но не живущие под этой крышей. И потом еще целый год ребенка старались не показывать дальним родственникам, не показывать тем, кто родственниками не являлся. Вот такие интересные моменты. Девять, сорок и год, година или лето, они до недавних времен, а кто-то даже сейчас это все дело исповедует, они сохранились до наших дней. Вот так что это все не просто так. Поэтому встречается что на девятый день, встречается на сороковой день как поминовение, так и празднество чего-либо. Итак, Новый год встретили. По староверческому календарю начинается День памяти праотцев. И вот тут, наверное, надо нам поговорить, а что же это такое за День памяти праотцев, с чем он связан? Это связано как раз с праздником Каляды, который является двойным, скажем, празднованием не только нарождающегося Нового Солнца, но и освобождение от полона или плена в современном звучании темных сил, от пленов, которые были полонены, взяты в плен наши родичи давние времена, и которых наш праотец Бог Перун освободил из этого плена, открыв врата между мирами в пекельный мир и высвободив их из этого пекельного мира, куда они были завлечены кто-то обманом, а кто-то насильно силой оружия или магией. И, поминая об этом, поддерживая родовые традиции и удерживая связь с родовыми корнями, мы тем самым удерживаем правильное настройку взаимодействия со своими предками и родовыми богами. Но в данном случае с теми, кто попадал в этот плен и с теми, кто их оттуда высвобождал — Бог Перун. Бог Перун по всем ведическим традициям Древней Руси является праотцом всех славян и всех ариев. Поэтому День памяти праотцов двойственен и тех, кто принадлежит к нашему роду в человеческой ипостаси, и тех, кто принадлежит к нашему роду в ипостаси святых подвижников, богов мира слави и богов мира прави. Вершиной которых является бог мира прави Перун, как наш всеобщий праотец. День памяти сам говорит о том, что этот день поминают, а указание то, что праотцев, говорит о том, что это те самые праотцы, которым мы должны быть благодарны до своих самых крайних дней за то, что они нам оставили в наследие, за то, что благодаря им мы здесь существуем на земле. По разным традициям есть разные представления о том, как надо этот день праздновать. И, вернее, не один даже день, а здесь целая неделя памяти праотцев. Начинается с дня, и каждый день новые дополнения. То есть каждый день что-либо происходит. Естественно, что это дни покоя должны быть. Не должно быть каких-то ярких празднеств, каких-то мистерий, шоу. Здесь оно как-то должно, на мой взгляд, укрываться под крышей той семьи, которая отмечает этот день. То есть вполне возможно, что кто-то может общинно отметить, создать какую-либо братину, большой стол и приглашать своих близких, знакомых, общинников для того, чтобы вспомнить всех праотцев, какие-то из дней. Это могут быть семейные встречи за столом, созерцающие общение с духами, с предками и так далее. Вот давай поговорим, какие варианты празднования этих дней возможны, как ты себе видишь, с точки зрения семейности и с точки зрения общинности? Дело в том, что нет смысла даже противопоставлять эти два варианта, поскольку работали оба варианта одновременно. Напомню, что мы жили в традиции общинно-родовым строем. То есть две семьи жениха и будущей его супруги создавали племя. Два племени создавали род, а несколько родов создавали народ. Соответственно, в семье было от 9 до 16, а иногда до 20 или даже 30 детей. И представь себе, собралось племя, это уже как минимум человек 30, а то и 50. А если собрался род, то это уже и 100 и больше людей. Но это всё одна семья, потому что две ячейки создали ещё одну племя, две семьи создали племя, два племени создало род. Поэтому в зависимости от того, как далеко они жили, а жили, в общем-то, кучно, и даже бывали терема трёхэтажные, в которых помещалась семья, в том смысле, в изначальном смысле. То есть я, надо мной отец, дед и прадед, а подо мной сын, внук и правнук со своими жёнами и детьми. Поэтому нет смысла этого противопоставлять. Нас просто настолько духовно убили, что сейчас семья – это мама, папа, я. Вот моя семья. Но это не семья, это вообще ни о чём. А наша настоящая семья – вот такая, как я рассказал. Поэтому, естественно, всё в кругу семьи отмечалось. Но семья была достаточно большая, чтобы слово «община» вписывалось в понятие «семья». Как, естественно, продолжение семьи, развившейся до племени и рода. Благодарю тебя за уточнение. На самом деле я не противопоставлял это всё. Я всего лишь навсего указывал, что есть всё-таки семья, маленькая община, живущая под одной крышей, где ещё незамужние, неженатые дети есть, чада. И есть община, состоящая из родичей, состоящая из окружения. Деревня, грубо говоря, живёт. И вот в этой деревне есть целая община, где есть и прямые родичи, есть и дальние родичи, есть непороднённые пока. Вот с этой точки зрения. Поэтому есть семейные праздники, когда вспоминают своих родных предков, известных по данному роду, а есть общие праздники. И вот, я думаю, к этому мы подойдём, когда будем говорить про родогощ. Итак, день памяти про отцев. На мой взгляд, здесь, если мы говорим про малую общину, про семейную, то, скорее всего, это должно выглядеть так, когда накрывается стол, начисто белая скатерть обязательно, ставятся приборы для того, чтобы накормить всех, и помимо этого ставятся ещё приборы для тех родичей, которые или в ближайшем году ушли, или те, которые почили уже в давние времена, а также про отцев, которые известны в роду очень-очень с давних времён. Поэтому, если кто-то вот умер совсем недавно, то ставилась для него тарелка, прибор отдельный. Если мы говорим про вообще родичей, то ставилась или одна, или несколько тарелок для того, чтобы их как-то тоже накормить. И вот на эти тарелки также выкладывались кушанья, те же самые кушанья, которые употребляли в этой семье. И, естественно, за трапезой во время еды или до еды называли их имена для того, чтобы как-то вызвать, наверное, их души, притянуть их к себе и поделиться той светлостью, той радостью, которая в эти дни наполняет эту семью. Тарелки в этом случае не убирали до самого утра, если это была вечерняя еда, если это была вечерняя трапеза. Только поутру тогда убирали, опять накладывали что-то новое, и эти тарелки с положенным в них кушанием, они стояли целые сутки. И так продолжалось несколько дней. Причём, наверное, надо упомянуть, что здесь смесь была и немного поминальной пищи, и обыденной пищи, поэтому на это надо делать акцент. Применялись напитки, которые исключали что-либо веселящее живое. Это обычно были всё-таки кисели и какие-либо другие напитки в виде кваса, где не брага, а именно квас. И ещё могли здесь применяться блины, специально выпеченные как блюдо поминальное, символизирующее солнце, символизирующее круг, символизирующее неразрывную связь. И вот на эти тарелки выкладывались как раз все эти кушания, в том числе и кутья, о которой мы говорили в одной из передач. Вот по еде, по поминанию, может быть, что-то ещё скажешь от себя? Ну, я могу добавить, что в традиционной славянской семье в каждом доме присутствовал семейный родовой алтарь. И естественно, что прежде чем зачинать трапезу домочадцев, ставили подношение на родовой алтарь. Поэтому воля богов и внимания богов и предков в любом доме присутствовала всегда внутри этой семьи. А вот в дни, о которых мы сейчас рассказываем, они приглашались прямо за стол. И семейный родовой алтарь в данном случае был тем самым мостом между мирья, который позволял им не просто присутствовать в ликах своих, или в чурах и кумирах, но и души их могли войти в, естественно, в намном состоянии, но войти в дом. И поэтому им выставлялось всё на столы. Но этот элемент и тризны, и праздника присутствовал, да, вот в этом ты абсолютно прав. Но закликались предки с помощью родового алтаря и словословий, которые имя, их честовали и у алтаря, и за столом. Благодарю тебя за это уточнение. Да, на самом деле надо учитывать, что красный угол, он всегда в семье присутствовал. И в красном углу или на каком-то почётном месте мог ещё находиться специальный алтарь. То есть не просто подставочка с каким-то ликом или с какими-то кумирами, где могли присутствовать как раз уже в более широком виде представленные кумиры, предки. Сейчас это в виде фотографий. Раньше это в виде ликов могло быть, где и боги, и предки, они находились все рядом. И вот туда как раз делались вот эти вот дары, подношения. Кто-то называет жертвами, кто-то называет по-другому. И естественно, что когда проходили праздники уже более широкого плана, то стол превращался вот в такой священный алтарь, где на него выставлялись кушания для своих предков. Теперь мы доходим в родноверческом календаре к 6 января водосвятия Ярдана. И это где-то получается 12 день зимних святок и окончание зимних святок. Вот давай немножко поговорим по родноверию. Что же это такое за день водосвятия? Ну, на самом деле все просто. Если мы учтем сдвижку юлианского и григорианских календарей на 13-14 дней, то мы получим современное крещение 19 января, которое, скажем, отмечает христианская церковь на Руси-Матушке. А если мы обратно от 19-го отберем 13 дней, то мы как раз получим 6-го. Наши предки никогда никаких скачек с одного календаря на другой не делали. Поэтому у нас 6-го как это праздновалось, так и празднуется. А речь идет о чем? Речь идет о том, что народившийся календарь набрал достаточно сил для того, чтобы оплодотворить воду как живительную влагу для новых урожаев нового годичного цикла. И вот это оплодотворение Даны. Богиня Дана – покровительница земных ручьев, озер, родников и рек. И Яр – это Ярила. Соответственно, Яр-Дана – это союз Ярилы и Даны. Можно даже сказать, что семейный союз зачин новых плодов Солнца и Земли, Солнца и воды как олицетворение крови Земли. Этот кровный союз как раз и является стимулом и посылом, заряжающим все воды на орошение Земли с целью получения нового урожая в новом годичном цикле. И поэтому не от того, что кто-то в черной одежде с большим крестом ходит и освещает воду, и вода становится святой. Смысл вовсе не в этом. Смысл в том, что это делает Ярила, батюшка, с Данной матушкой. Это космический вселенский цикл, в данном случае в нашей Солнечной системе, по плодотворению жизненной силы Земли и воды. И в этом случае, если кто-то что-то при этом делает, то я всегда вспоминаю стишок времен Советского Союза. «Прошла весна, настало лето, и я от радости кричу спасибо партии за это и Леониду Ильичу». Вот когда кто-то имитирует освещение воды, которое делает Солнце и звезды окружающего космоса, если он это имитирует, то и мне такой стишок вспоминает. Но вода действительно не протухает, она действительно стоит целый год, она действительно имеет целебные силы. Ну, потому что это делает Матушка Природа с Батюшкой Солнцем. Если мы, опять же, возвращаемся к каким-то более известным писаниям для современного человека, то мы можем вспомнить, а где Иоанн Креститель занимался своим деянием. Он занимался в реке Ярдане. А вот как раз, если мы понимаем... Это тоже символный образ. К этому и веду. Яр и Даны. Когда ученые раскапывают там что-то, не вписывающееся в библейские, традиции, они обычно это зарывают. Но те археологи, которые более здравомыслящие, они потихонечку делятся этим. Так, не очень громко, но делятся. И оказывается, что многие постройки в тех местах, они относятся к древним каким-то артефактам, которые были еще до библейских времен. И если мы поймем, что слово «русь», означающее «светлая», имело площади намного больше, нежели чем сейчас принято считать, то есть рассеяние было намного значительнее, то мы должны учитывать, что в нее входила и Северная Африка, что в нее, естественно, и входило то место, где якобы происходили библейские все эти события. И тогда все становится на свои места. То есть Ярдан, или Яром Данная, или Яр и Данна, или Палестина, Паленый Стан, и так далее, и тому подобное. Многие моменты тогда начинают открываться несколько по-иному. Ну да ладно, мы сейчас убедились в том, что все-таки Ярдана или Яром Данная, в зависимости от того, как люди себе представляют, это вот как раз связано с водосвятием. Еще это называют Турицы Зимние или Окончание Святок, или еще, помимо всего, называют Водокрещи, Водокрес, Водосвятия. То есть, опять же, указание на то, что вода светится, вода освещается, вода кресится. Вода освещается силой огня небесного. Да, и получается, в общем-то, все сходится. Вода приобретает интересные свойства. И здесь, наверное, надо нам поговорить о тех представлениях, как в деревнях, в селениях, в общинах. Не так давно проводили эти дни водосвятия и водокреща, водокреса. То есть, к примеру, если мы говорим про эти дни, то, наверное, здесь надо вспомнить, а почему именно Турицы зимние. И вот есть такое интересное предание, что в эти дни проявлял себя Тур, сын Велеса и Макоши, который являлся покровителем Игоря, веселья, гадания, пляса, буйности и страсти. И, пользуясь вот этими энергиями, нарождающимися, активными, очень многие люди, особенно молодые, занимались гаданием на весь будущий год. Так как этот праздник закрывал зимние святки, то, в общем-то, как негоданием заняться. Гадания происходили под вечер, с наступлением темноты. В общем-то, здесь, наверное, ничего такого нового, удивительного мы не скажем. Кто-то посвящал Велесу, я так предполагаю, что если это мужчины или парни, то они это посвящали Велесу. Если же девушки, то, наверное, они больше к Макоши свои мысли направляли. Собирался снег для отбеливания холстин, потому что Макошь все-таки покровительство, ткачество и рукоделие. Снег в этот вечер бросали в колодец иногда, потому что он тоже приобретал интересные какие-то свойства. А Макошь в некоторых народах является покровительницей еще и святых колодцев и источников. Также набирали воду, которая, как ты правильно указал, хранилась весь год и никаких проблем с ней не происходило. И водокрес, опять же, это искра небесного огня, креса, о чем мы уже тоже неоднократно говорили, которая из сворожьей кузни падает в воды земли, деля их волшебными силами, креска и сала, огнива и так далее. То есть вот как разворачивается, интересно, если мы начинаем изучать что-то древнее наше, родное. Вот ты можешь что-то поэтому еще добавить от себя. Ну, могу сказать в дополнение, что турица или тур, это одно из ездовых животных нашего бога Перуна. А бог Перун и бог Велес в наших традициях и преданиях всегда рука об руку взаимодействуют друг с другом. Мне нравятся древние наши слова, которые вот, когда ты их произносишь, они отзываются в сердце. Вот вода в этот день, как в одном из писаний написано, обретает особую силу, становится могутной, да примогутной. Как звучит, да, интересно? Целебно очищающий тело и душу. Могутной и примогутной. Хорошо. Разбираемся дальше. Еще у нас есть день Родогощ. Это выпадает в этом году на 9 января по одному из календарей. Родогощ, он вплетается в день памяти предков. Если день памяти про отцев и предков, понятно, это поминают так внутри семьи, то Родогощ, это уже, на мой взгляд, выходит за рамки семьи. Это уже становится общей. То есть общинным днем, когда вот большая община, вместе все дружно поминают своих предков. И вот тут можно об этом немного поговорить. Но вот как у нас обычно поминали общины предков? Понятно, когда тризна. Это вот надо было сделать тризну, то есть отправить умершего в иной мир, понятно, там, к роду и так далее. Но здесь ведь не крадировалось ничего, но при этом община вся собиралась. Естественно, после того, как проводились какие-то славления внутри семьи, вот выходили все на общины какие-то мероприятия. Как обычно община, на твой взгляд, могла обращаться к предкам? Что здесь могло происходить? Ну, я чуть-чуть вернусь на пару шагов назад, и еще смысл слова Родогощ распаковать постараюсь для наших радиослушателей. Это не одно слово, а два. Родогощ или Родогость или Родогост — это радость гостям. А гости как раз являются те далекие предки, которых Перун, наш праотец, бог Перун, высвободил из пекельного плена. И плюс те, которые, отзываясь на день почитания предков в своих навных телах или в своих душах, приближаются к явному миру с тем, чтобы лицезреть деяния своих потомков и радоваться за их духовные и мирские достижения. Соответственно, в традиции существовали капища, святилища, священные рощи, кумирни, где стояли кумиры родовых богов и предков. И вот основной праздник концентрировался там. Но заодно тогда уже распакую слово кумир. Кум тоже состоит из двух слов кум и мир. Кум — это тот, кто к нашему уму добавляет свой ум. Это тот родич, которого мы берем в качестве своего духовного наставника. И поэтому кумовья присутствовали на свадьбах как духовные наставники, олицетворяющие родовых богов и богинь и кума. Они присутствовали на свадьбах и других семейно-родовых торжествах. А мир — это и семья, племя, род и народ, то есть община, как ты уже сказал. Соответственно, кумир — это тот, кто нашему миру, нашей общине добавляет свой ум. А это что? Это, конечно же, изваяние из дерева либо из камня, либо из другого материала одного из родовых божеств или родича, который достиг состояния святости. Соответственно, у кумиров концентрировался этот праздник. Их славили, им возносили хвалебные речи, словословия, пели священные гимны, песнопения и подносили также дары и угощения с тем, чтобы не просто словами, не только, вернее, словами и эмоциональным настроем их почтить, но также принести им жизненные силы в виде подношения и угощения. Но уже всем миром кол опускалась братьям по кругу и в их честь пилась святая сурица. Чтобы было понятно, что сурица это сборы целебных трав, имеющих тонизирующее значение настои в ключевой воде, набранной из святых родников, и осуренное на солнце, то есть немножечко заквашенное на солнце. Разновидность кваса были травяная сурья, еще в традиции была молочная сурья, это молоко с медом осуренное на солнце, также заброженное. Но если в современном квасе алкоголя содержится 5 примерно процентов, то там в суреце содержалось всего 1-2, на максимум 3%, это больше относилось к квасу на травах и к квасу на молоке, вернее, на молочном настое. И таким образом, вот эта братина являлась напитком, который объединял на энергетическом уровне всеобщину, и друг с другом, и с предками, поскольку, для тех, кто не знает, скажу, что если объединение биополей во время полового акта взять за 100%, то объединение биополей во время совместного выпивания священных напитков или совместной трапезы происходит на 60-70%. Именно поэтому священные напитки и совместное вкушение трапезы использовалось не для того, чтобы набить желудок, а для того, чтобы сон настроиться с семьей, племенем, родом и народом и родовыми богами. И вот это все в родогущ и происходило. Хорошо. Дальше по одному из календарей продолжаются дни памяти про отцев, и мы доходим до дня бога Перуна, зимний день бога Перуна, а по одному из родновежских календарей, родновежской версии, вещая седмица, день волхвов, духовные проводники по просьбе людей смотрят на то, что на роду написано. Итак, здесь, если с проводниками духовными все понятно, это жрецы, волхвы, которые могут что-то рассказать людям, могут что-то поведать, направить на путь истинный, то вот день бога Перуна, зимний, чем он знаменателен и что он означает? Давай коснемся этого вопроса. Ну, как раз мы об этом уже говорили, просто немножко под другим углом зрения. Добавить, дополнить можно тем, что в этот день почтили, чтили нашего бога Перуна как избавителя наших предков, из пекельного плена. Но ведь как они оттуда вышли? Перун открывал врата между мирья. И именно поэтому родновера это совпадает с вещей седмицей, поскольку это природный цикл. И Перун, будучи богом, он не мог же действовать насильно по отношению к ритмам окружающего природы и космоса. Естественно, он действовал в соответствии с этими ритмами. А значит, в эти даты в астрологическом и в астрономическом смысле наиболее естественно открытие врат между мирья. И поэтому он их открыл и выпускал наших предков. вернее, в это время он уже закрывал. И прежде чем они закроются, в это же примерно время волхвы и жрецы смотрели в иномирье для того, чтобы подсказать нуждающимся, что им предстоит в жизни, что им на роду написано. Ведь слово гадать, если мы помним, что в родной речи га означает путь движения, то это значит дать путь, дать направление. Не что-то там высмотреть, подглядеть в иномирье, а наоборот увидеть направление правильного духовного развития и дать это правильное направление человеку. Поэтому эти два праздника взаимодополняют друг друга. На зимний день бога Перуны люди босиком ходили по снегу. На снегу по саженям чертился крест с востока на запад с севера на юг объединялся потом он через запад на север через юг к востоку и люди которые хотели пройти по этому пути выстраивались в очередь снимали обувку становились на восточную часть и шли на запад после этого поворачивали на север после севера шли на юг и с юга опять поворачивали на восток и так проходили девять кругов. Вот этот путь принято называть зимним путем бога Перуна как раз он символизирует тот момент когда бог Перун со своей дружиной и примкнувшими к дружине созданиями из темного мира но которые пожелали перейти на светлый путь он ходил по земле нашей матушки и нечисть которая хотела вернуться в свой мир он ее туда отправлял которая не соглашалась он ее отправлял другим путем и вот как раз девять кругов он сделал и освободил окончательно нашу землю от нечисти и в одном из преданий написано так прошел он девять кругов и побегиша злые силы вонзил в землю сияющий меч бог Перун получается что человек который проходит по снегу босиком современный человек который привык все время быть в носочках в тапочках да еще и в теплой квартирке для него это какое-то испытание как ты думаешь современный человек он должен вообще себя подвергать таким испытаниям или ну как бы так пославил да и в общем-то сел обратно в кресло телевизор смотреть этим можно обходиться ну все зависит от того насколько жива традиция в его душе если говорить о этом девяти кругах этого пути то можно еще дополнить что в центре то стоял еще и костер который потом разгребали и начало хождения начиналось с углей после горящего костра поэтому как раз закалялся дух душа и тело и зимой это очень даже приятно сначала горячо потом прохладно когда ноги замерзают опять выходишь на угли я это делал много раз и много зим совместно с единомышленниками могу поделиться опытом что ощущения после этого очень оздоравливающие и не знаю на протяжении последних там скажем 12-15 лет чтобы у кого-то хотя бы насморк поэтому рекомендую не оставаться в тапочках на диване в такие дни согласен с тобой что лучше все-таки проводить его с пользой и для своей души и для духа и для мозга и для тела вообще потому что как вот есть люди которые занимаются йогой с точки зрения осознанности а есть люди которые занимаются йогой с точки зрения здоровья и тот и другой вариант хорошо но когда к здоровью еще осознанность добавляется это же конечно лучше вот когда вы просто заходите босичком по снегу походить то наверное вот попробуйте пройтись по зимнему пути бога Перуна и в этом случае почувствуйте еще и дополнительные энергии еще что-то перед вами откроется я знаю традиции где костер не употребляется костер разжигается в стороне и знаю что приносятся требы на этот огонь а по этому пути зимнему ходит уже босиком там костра нет то есть это еще больше испытания потому что здесь нет подогрева тут на самом деле снег обжигает это на себе неоднократно я испытывал и есть люди которые не могут пройти то есть они выскакивают из этого пути прям после первого же круга ну просто не могут идти отжигает реально но когда человек собирается мыслями и понимает что он делает что это не просто какое-то насилие над собой а это здравомыслие проявленное вот в таком движении это некое испытание своей воли и направленность какая-то жертва может быть себе самому и доказательство что ты связан своими предками то есть по-другому смотришь на это действие то это испытание очень просто проводится но еще есть один интересный момент там же говорится в предании что возил в землю сияющий меч бог перун и вот тут есть некоторые разночтения очень интересные например я наблюдал такое интересное действие когда люди пройдя девять кругов по этому пути подходили к мечу символизировано воткнутым острием вниз негорящему доставали его поднимали вверх говорили какое-либо славление и опять на место втыкали и только после этого уже шли одевать обувь видел где не проводилось такого обряда то есть просто проходили славили богов и предков шли дальше к костру греться и меч как бы стоял в стране или вообще его не было видел обряды когда пройдя по этому пути все когда общинники проходили то возжигался общий костер и в этом костре стоял меч то есть вот сколько разновидностей видишь ты еще добавил то что по углям еще можно ходить но я не исключаю знаешь чего что все-таки рассение достаточно протяженное и в разных климатических поясах мы находимся где-то снега навалом вот в прямом смысле этого слова ходят гриба и лопаты и в полный рост потом по этому лабиринту ходи а где-то его не дождешься и вот поэтому здесь нужно как-то придумывать замену снегу что у нас обжигает взамен снег взамен снега обжигать может огонь ну в хорошем смысле это слово обжигать чтобы не угольки там на ногах были а энергия шла поэтому бывают моменты когда снега просто нет его необходимо чем-то заменить а чем его заменить ну заменяют в этом случае огнем а где есть возможность совместить там совмещают мы постоянно узнаем что традиции они не просто закостенелые какие-то а традиции они подходят для каждого места и каждая община их пытается развить по-своему и при этом получить что-либо такое что в других местах может быть даже было и неизвестно я с тобой в данном случае полностью согласен итак зимний день бога Перуна мы с тобой отметили естественно что нельзя исключать опять же того что присутствуют братины присутствуют какие-то жертвоприношения требы дары которые могут приноситься на капище то есть вот если мы говорим про зимний путь он мог быть выложен рядом с капищем постоянно точно так же как лабиринты знаменитые лабиринты которые присутствуют на севере они вот камешками выложены люди по ним ходят чем-то это похоже на Перуна в путь но там меньше пересечений или вообще они отсутствуют там спиралька просто идет но так или иначе мы знаем что такие лабиринты они камешками выложены вот аналогично этому выкладывали такой же путь Перуна и зимой его расчищали и ходили по снегу может быть кто-то и ходил и летом это я уже не берусь утверждать предполагаю что такое могло быть поэтому когда собиралась община входили все в состояние праздника потом проходили этот путь по огню или без огня по снегу или как-то еще потом приносились уже требы на капище и после этого наверное шли опять застолья и уже делились какими-то своими ощущениями делились какими-то добрыми мыслями то есть это было объединительное действие вот на мой взгляд очень хорошая традиция которую если вы восстановите в своей семье в своих общинах то она будет в общем-то наверное очень и очень полезна в данное наше время да я с тобой согласен потому что для того чтобы традиция была восстановлена нужны всегда единомышленники и люди которые так живут вместе с тобой чтобы человек как общинное существо нуждается в поддержке тех кто живет и мыслит одинаково поэтому очень полезно это делать совместно со своими единомышленниками тем самым давать положительный пример подрастающему поколению и не забываем что продолжается кресенье то есть вода в эти дни набирает свою силу то есть водокрес он не один день идет водокрес это можно опять же отталкиваясь от наших представлений девять дней то есть жреческой недели кто-то говорит еще больше и в очередной раз я просто напомню водокрес день когда освещается священным огнем новорожденного солнца все воды матушки земли день когда искра небесного огня креса из кузни семаргла сворожеча падает воды земли наделяется чудодейственными свойствами и негативная информация которую вода набирала за год обнуляется она снова становится первозданной чистой и целебной и еще мы можем вспомнить об одном январском празднике родноверческом это 20 число ведание где производится гадание на будущее обращение волхвов к иномирию как ты думаешь почему вот столько много гаданий были и святочные гадания и на вещью и седмицу и еще вот дополнительно гадания на будущее дело в том что на вещью и седмицу в основном это индивидуальная скажем просмотр рока и коррекция своих усилий по наилучшему исполнению своего предназначения а 20 в большей степени я думаю это относится ко всему обществу и поскольку существует личная карма и семейно-родовая и народная карма поэтому вот я думаю что в этом были особенности и плюс если посмотреть как бы сверху то получается что солнце уже достаточно набрало силу для того чтобы пользоваться пользуясь силой света просмотреть правильное направление действий для личности и для общества на предстоящий астрологический астрономический цикл потому что потом это все исполнять надо и вот как только солнце набирает 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 силу просматривают как прожить правильно и праведно этот очередной годичный цикл и вынося свои рекомендации через жрецовую волхов выстраивают путь развития семьи племени рода и народа то есть в этот день как ты уже отметил идет уже не частное личное а уже общественное как будет жить община как будет жить земля матушка что необходимо в общине сделать общины сделать на земле чтобы улучшить свое проживание состояние своей общины и как-то помочь нашей матушке сырой земле но здесь еще дополнение обращение волхвов к иномирию для чего для чего это потому что наши боги предки живут в иномирии имеется ввиду мир нави и слави то есть мир нави который находится ниже явного нашего физического мира и мир слави который находится выше нашего физического мира опять же самостройка согласовка воли общины и воли родовых богов и взятие благословения на предстоящий цикл вот когда люди не отрывают себя от наших предков от богов в этом случае тогда они находятся в божественном потоке в божественной силе как только они начинают заниматься самостью какой-то что мол мы сами с усами в этом случае тогда они отдаляются от родного и переходят во что-то иное а вот тут уже иномирия может быть темная это уже может быть темная навь и оттуда можно нахвататься много чего нехорошего это наверное главный литмотив сегодняшней нашей передачи обращайтесь всегда к родным обращайтесь всегда к свету про основные праздники мы с тобой поговорили и в заключении по традиции давай пожелаем что-то нашим радиослушателям исходя из темы январские праздники славян как раз таки исходя из темы самое наилучшее на мой взгляд пожелание от меня нашим радиослушателям было бы таким дорогие уважаемые соотечественники я в своем пожелании высказываю для вас скажем так предложение не отвлекаться на придуманные праздники или праздники других народов очтить свои родные соответствующие культуре традиции и нашему жизненному предназначению я же в свою очередь хочу в очередной раз призвать всех наших соотечественников всех наших родовичей к тому чтобы осознать праздники могут отличаться по традиции их проведения праздники могут быть разнесены во времени но это наши праздники и ломать копья правильный праздник или неправильный вовремя он проводится или не вовремя на мой взгляд сегодня нельзя да и вообще нельзя потому что рассение велика родов и народов множество у каждого есть свое представление у каждого есть своя традиция свои поконы свои устои но все мы выходим из одного кона нашего древнего если мы понимаем что мы родичи то тогда мы сила тогда возможно объединение если возможно объединение то будет мир в нашей державе потому что она будет построена по нашим устремлениям исходящих из наших родовых особенностей из наших древних заветов ежели этого не будет ждет нас печальная участь поэтому не деритесь с друзьями своими не деритесь с братьями своими брат наш может ошибаться но он всегда остается нашим братом и другого брата у нас уже не будет любите друг друга уважайте традиции друзей своих братьев своих и тогда у нас будет мир да лад в нашей державе на 7 я с вами прощаюсь напоминаю что общались мы сегодня с Сеславом про январские праздники славян говорили желаю вам всего самого доброго до новых встреч услышимся и лети ты на крылатом коне русско легкие тысячелетия русско легкие Радио. Все нужно, все важно.